всем привет меня зовут доктор сергей рожнов и сегодня у нас такой второй выпуск блога обзора новостей то есть тех событий которые там за неделю за месяц или за сколько то в общем то привели на меня какое-то впечатление или влияние ну начать конечно же хотелось бы с рекорда в общем то в январе был установлен мой личный абсолютный рекорд в моей хирургической практике я установила за один рабочий день 40 зубных имплантатов предыдущий рекорд был в общем то связан с практикой на моих предыдущих не самых лучших местах работы и составляла 33 теперь я могу сказать что наш проект имплантания является самым лучшим самым прогрессивным самым эффективным и вообще самым замечательным на свете а все остальное всегда второстепенно стоит ну в общем то в очередной раз мы это доказали как говорится наш слоган мы можем многое еще немного о проектах нашей системы я уже кажется говорил в предыдущем выпуске ну ничего страшного пусть будет баяна в общем то совсем недавно открылась наш новый проект наша зубтехническая лаборатория алхимия название общем-то это отдельная история те кто со мной давно знаком знают что у меня часть моего образовательного образования образовательного процесса глубиной в семь лет после дипломного связано с италией с болонией то есть я учился у доктора марка деджиди в частном порядке так сказать и он профессор болонского профессора дьютан болонского университета стоматологического факультета изобретателя многих в общем то и в том числе и модели имплантационных систем в том числе там система имплантационных сайф дансплай германия это некоторые модели это полностью его методики в интернетовой сварки современной интерпретации его то с чем мы работаем много лет классный дядька новатор и просто нормальный мужик такой нетипичный итальянец назовем но интересно это тем что он в свою частную практику его клиника находится непосредственно в особняке вилла 16 17 век болония город башен там свое время одни башни 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 были сейчас их осталось не так много относительно но тем не менее очень многие более современные но относительно более современные постройки после средневековья они были на вот этих общем то платформах от этих башен и в общем то на 16-го, 17-го века, в общем-то, частично, когда строили эту виллу, в общем-то, она в том числе построена на опоре этой башни. И по определенному, в общем-то, там, преданию, определенным, там, архивам в этой башне жил алхимик. И это не фантазия, ты рассказываешь, что это есть. И я на одном из, это был какой-то год, не помню какой, и я ему говорю за чашкой кофе. Нетипичный итальянец, потому что все итальянцы пьют кофе, это единственный итальянец изо всех, которых я знаю, который пьет чай. Вот, в общем-то, когда я пил кофе, он пил чай, я ему говорю, почему это название, у них, у всех итальянцев очень многие клиники называются, там, клиника того, студия Дентали, студию того, в общем-то, и говорю, почему вы не назвали, мне как интересно. А на вилле многие потолки расписные, и, в общем-то, частично это было восстановлено, и излишне отметить, что содержать такую виллу, конечно, это очень дорого. Там, у него каждый год какие-то ремонтные работы для поддержания идут. Вот, историческое наследие. И он, я говорю, почему бы вы не назвали, там, клиника, там, алхимия, клиника, там, алхимика и так далее. Ведь вы тоже занимаетесь изобретениями, то, чем в свое время занимались, в общем-то, занимался этот человек. Но это все закончилось, естественно, хи-хи-ха-ха. Ну, по факту, в общем-то, мне это в голову забралось, и мало кто знает, что, в общем-то, наш первый проект Implant Time, он сначала, первое его рабочее название на этапе разработки, уже по факту покупки клиники, это было первое название, именно алхимия. Поэтому, в общем-то, это все, что делается, имеет какой-то определенный исторический смысл. Ну, и, в общем-то, это транспортировалось. Ну, конечно, мы не делаем золото, и у нас для того, чтобы делать золотые изделия, даже стоматологические, не для этого лицензия, но это нам и не нужно. Мы занимаемся полностью цифровыми решениями. У нас есть лицензия, полученная абсолютно по белому врам, по всем стандартам законодательным нашей замечательной и большой и самой лучшей стороны на свете. В общем-то, у нас самые лучшие специалисты, у нас самый лучший заведующий, то есть человек, который лучше всех разбирается в цифровой стоматологии, на всю страну читает лекции и курсы. В общем-то, самое лучшее оборудование у нас нету экономии ни на каких левых, правых и на пале, и в материалах и так далее. В общем-то, скоро это будет более публичная презентация проекта, но он уже работает. Проект работает не только на нашей клинике, которых три. Проект будет работать на внешние, в общем-то, источники, на внешние компании с полной конфиденциальностью, поэтому, как говорится, welcome в алхимию. Вот. А еще есть одна интересная вещь, что когда мы хотели купить, в общем-то, домен, alchemy.ru, нам выдал, в общем-то, один из, в общем-то, этих сайтов, кто и продает, выдал, в общем-то, сумму в 2 миллиона 700 тысяч рублей. Естественно, мы его не выбрали, и, естественно, выбрали там альтернативные дешевые названия. Но, тем не менее, чем богатый, тем и рады. Теперь немного об алкоголизме или, ну, шутка, конечно. Нарвался на новость, нашел интересную новость, для меня это было удивлением, хотя, может быть, многие об этом знают. Почему бутылка вина имеет объем 0,75 литра или 3,25 литра? Оказывается, это все пошло из-за торговой истории вином из Франции в Англию, где непосредственно важнейшим параметром был расчет транспортного объема, то есть то количество, которое корабль может транспортировать. И, в общем-то, это было не зря, потому что, в общем-то, стандартная тара, в которую входили 12 бутылок, в общем-то, если их объем составлял 3,25 литра, это составляло 2 галлона. Ну, то есть английская мера измерения вот этого объема. И таким образом им достаточно легко было, во-первых, делать расчет, в первую очередь, по объему, второй вопрос, это именно транспортировочный объем, то есть то, что максимально компактно и эргономично можно было интегрировать, в общем-то, в корабль. Ну, может быть, пустая новость, но, тем не менее, как писал классик, вся истина вине. В интернете появился новый, первый в 2023 году клип группы «Ленинград» «Гендерная». В принципе, говорить о эволюции шнура достаточно интересно, потому что, как говорится, наблюдая за творчеством группы 20 лет, очень интересно смотреть, как произошла эволюция артиста. Все, в общем-то, его одногодки, плюс-минус, либо они спились, либо с наркоманились, либо что-то с ними случалось, а здесь человек, который пропагандировал, в общем-то, асоциальный образ жизни, алкоголизм, матерную ругань и так далее, очень интересно эволюционировал. То есть, если даже 10 лет назад он пел всякие богемские песни и так далее, и показывал видео, как он пьет шампанское кристаллы с горла на прямых эфирах, сейчас он больше поет о социальных обстоятельствах каких-то. И на самом деле, лично мне, я до себя начинаю наблюдать, что как будто группа эволюционирует, в том числе с рост группы, рост артиста и, в общем-то, какой-то эволюционный путь, в том числе, у себя и отношу. И мне достаточно это было интересно. Данная песня посвящена, почему гендерная? В общем-то, он застряет внимание о том, что большое внимание масломасляное сейчас уделяется ЛГБТ-сообществу, противодействию пропаганде ЛГБТ, однополым бракам и так далее. А при этом он застряет внимание, в общем-то, ссылаясь на куплет, ссылаясь на такую важную социальную проблему, как неполные семьи. И, в общем-то, такой типичный припев в куплете, в этой песне «Мама, бабушка и я». То есть, от лица девочки. И он застряет внимание на том, что это проблема неполных семей, когда, в общем-то, однополые семьи, у которых действительно много, и которые действительно требуют, в общем-то, больше внимания и больше социальной поддержки. Потому что вот эти вот, в общем-то, условные дочери из неполных семей, как в песне этой группы, это действительно будущее нашей России, чем нежели какие-то педики. В общем-то, я его полностью поддерживаю. Шнур молодец, больше социальной поддержки неполным семьям, потому что эти дети – это наше будущее, будущее нашей замечательной страны. Немного запоздавшая новость, но, тем не менее, хотел бы уделить это внимание. Фильм «Чебурашка», на который, в общем-то, я со своими детьми в большом количестве на январские праздники попал. Я сначала отнесся, честно говоря, скептически, и основная история у меня была показать детям просто обеспечить тем, скажем так, определенный досуг. Немножко я смущался, фильм «Долгий» был заявлен, но какой же он оказался замечательный. Я, в общем-то, абсолютно не сентиментальный человек, эмоциональный, но максимально прагматичный. В общем-то, он меня вызвал просто самые теплые, нежные эмоции, и вообще это просто замечательно. То есть, это интересно как и детям, интересно как и взрослым со своими посылами. Это современная интерпретация, и, в общем-то, великолепная игра актеров, и вот этот сказочный персонаж максимально вообще динамичный, эргономичный, как угодно это можно назвать, вписался, в общем-то, в современный такой социум. Вот. Создатели фильма молодцы, так держать. И, конечно, стоит добавить, что, в общем-то, какие-то уже люди говорят о продолжении этой «Чебурашки-2». Надеюсь, вы не испортите то, что вы сделали здесь и сейчас. Facebook негативно влияет на заряд мобильных телефонов, то бишь разряжает устройства. Facebook, в общем-то, принадлежащий компании Мета, то есть запрещенная в нашей стране организация, экстремистская. Ну и, в общем-то, что стоит сказать, конечно, Facebook, лично моя интерпретация, оценка сети социальной Facebook – это полное дерьмо. Она всегда была полным дерьмом, дерьмом и осталась. В общем-то, ну, хотя, в общем-то, для рекламы каких-то сайтов, возможно, чем-то пользоваться и можно было. Вот. В общем-то, это их не оправдывает. В общем-то, какой-то сотрудник, которого вы уже уволили, выперся в прессу с теми комментариями, что, в общем-то, проводится какое-то некое отрицательное тестирование каких-то там проектов, приложений, каких-то там виртуальных продуктов, в общем-то, что приводит к разрядке телефона. И когда, в общем-то, он еще, будучи сотрудником, это дело обозначил, говорит, негативно влияет, люди заплатили за мобильный телефон, а вы гоняете их зарядку. Это нехорошо. Нельзя так пользоваться, в общем-то, обращаться к своим пользователям и своим клиентам. Ему сказали, мы тестируем новые технологии, и если какое-то количество людей пострадает, ничего страшного от этого не случится, и более того, это в дальнейшем, большее количество людей получит более качественный продукт, все будет замечательно. В общем-то, правда в этом тоже есть, есть издержка производства, но у Фейсбук все равно нехорошие люди, а сотрудник уже больше не работает. Сергей Шнуров закрывает проект «Зоя». Ну, на самом деле, новость достаточно смешная, потому что, когда я списал список этих так называемых новостей, а после чего я купил на 2 марта билеты на концерт этой «Зои», в общем-то, непонятно зачем, потому что всегда считал, что этот проект абсолютно миротворожденный, это просто определенная интерпретация группы «Ленинград». Ну да ладно, как говорится. Тем не менее, эта «Зоя» выступает на какой-то там концерт «День рождения», кого «День рождения», черт его знает, непонятно. Ну, в общем-то, это что-то и такое есть. В общем, проект он закрывает. Видим «Ленинград», как его ни назови, рублем, или просто назвать Сергеем Шнуровым. То есть, это «Ленинград», остается «Ленинградом». Ну, в общем-то, на том и хорошо. «Адидас» разорвал контракты с российскими футболистами, которые, в общем-то, рекламировали их бутсы. Ну, кроме Алексея Мирончука, который, в общем-то, играет в Италии сейчас. В общем-то, начали звучать уже в прессе от этих, в общем-то, личностей и всякие комментарии, что бутсы в дефиците и так далее, и так далее. В общем-то, все это звучит абсолютно смешно, все это абсолютная дичь, и, в общем-то, никаких проблем с приобретением нет. Ну, просто некоторые люди будут меньше зарабатывать. Но, в общем-то, как они будут лучше играть, они будут и зарабатывать больше. А страшно, в этом ничего нет. Самый яркий пример того, что, в общем-то, сейчас в нашей стране есть все, это абсолютно моя личная практика и, в общем-то, практика футбольная моего сына, который занимается в футбольной академии Paris Saint-Germain, и в которой, в общем-то, и мерч, и форума, и все-все-все абсолютно возятся. В общем-то, тот же самый Nike, который является генеральным спонсором, он, конечно, может быть, и закрылся для открытых продаж, но свои проекты внутренние International, они их поставки не прекращали. А за счет того, что Paris Saint-Germain, пусть имеют российское юридическое лицо, но, тем не менее, это компания, не принадлежащая, скажем так, никому из нашей страны, в общем-то, там все это дело есть и есть в изобилии. То есть, максимум еще надо ждать, какой-то очень хитрый какой-нибудь форма, хитрого цвета или хитрой интерпретации в определенном размере, вот ее, возможно, надо подождать неделю. А так, в общем-то, проблем нету никаких. Ну, а футболисты пусть закатают губу. Футбольная команда из Саудовской Аравии, Аль-Хилиаль, хочет сделать Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира. И предлагает ему зарплату более 200 миллионов, где написано долларов, где написано фунтов, в год. В общем-то, новость, мне кажется, очень сильно натянутая, в общем, высосана из пальца. Почему? Потому что на одних ресурсах пишут, что это 200 миллионов фунтов, где-то это пишется 200 миллионов долларов. Какого черта в Саудовской Аравии Месси, который играет в Париже, и фунты британские, как это состыковывается, черт его знает. Ну, говорят, какие-то переговоры велись, и говорят, в общем-то, он настроен пока еще играть в большой футбол. А отдельно стоит отметить, что, конечно, этот Аль-Хилиаль, это одна из ведущих футбольных клубов Саудовской Аравии. Он вышел в финал клубного чемпионата мира, потому что команда является победителем Азиатской Лиги Чемпионов, где будет противостоять в финале, ну, к моменту выхода, наверное, этого видео, но уже финал состоится, будет играть с мадеринским Реалом, сдать титул чемпиона мира среди клубов. Вот такая вот история. Еще одна спортивная новость. Футболист СКА потерял почти весь верхний зубной ряд после столкновения с хоккеистом Радуровым. Ну, вот такая ситуация. Хоккеист жесткий, ситуация неприятная, проблема стоматологическая. Конечно, стоит отметить, что, в общем-то, достаточно жестко всегда Радулов играет. Конечно, лишить человека зубов, и это такой грубый фолл, ссылка будет под этим видео, под этим видео на видео. В общем-то, ну, если хоккеист КА захочет, в общем-то, ставить зубы, он может обратиться к нам в Implantime или в наши другие проекты, где мы им сделаем замечательные зубы. Зубами надо быть попроще. Ну и, конечно, стоит сказать, что с Радулу у меня в свое время была определенная степень знакомства, потому что в свое время я купил у него автомобиль, когда он еще играл в Далласе. Вот. Ну, как говорится, с людьми и зубами надо быть поаккуратней. Берегите зубы. Рестораны, бывшие в сети KFC, начинают менять свои вывески на Rostex. Ну, меняют и меняют. Но я хотел бы поделиться таким своим личным впечатлением и опытом, и показать, насколько я немолодой. Я вспомню свое детство, где первый ресторан именно с названием Rostex был открыт в свое время в Гуме, и как меня в свое время мама туда завозила. И для меня, на самом деле, вот этот обратный брендинг в KFC для меня всегда был очень сложный. И я постоянно... Я не люблю эти рестораны. И, в общем-то, я очень-очень редкий гость. Один раз в три года. И то по необходимости. Но, тем не менее, я очень долгое время, большое количество лет, все это называл Rostex. Только при KFC их меняют обратно. Но, как говорится, история не имеет обратного хода. Но переосмысление фактов имеет место быть. Магазины Zara уже совсем скоро будут открыты в Москве под новым брендом. Не то, что очень хочется, чтобы они не открывались. Это не принципиально. Но, тем не менее, бренд популярный, бренд любимый среди большого количества дам нашей страны. Отдельно стоит сказать, что если попытаться сравнить ту Zara, которая была здесь, и та Zara, которая была в том же самом Дубае, в разных магазинах, это, в общем-то, небо и земля. У нас, конечно же, лучше. Как, в общем-то, абсолютно многие вещи у нас абсолютно лучше, чем в Эмиратах. Если брать какие-то локальные. Но это просто стоит сказать, что пока. Но, тем не менее, какая-то компания выкупила российское подразделение, им начали задавать вопросы. Вот это вот у вас хитрая схема, чтобы обойти санкции, и вы будете продавать вот под своим брендом этот шмот. Как ряд компаний сделали? Произошел абсолютно бестолковый ребрендинг. Как говорится, та же херня, только писанина осталась. Они сказали, что, конечно же, нет, конечно же, мы будем продавать свои шмотки. Ну, а сейчас появилась обратная информация, что, может быть, написано все, что угодно, китайцы нашли другую этикетку, но будет, по сути, все то же самое. Как говорится, врут они? Нет, не врут. Как говорится, а что они должны были отметить? Что действительно? Нет, да, мы обошли санкции, мы должны продавать. Вы меня извините, как говорится, вынужден выругаться. Не задавайте мутистических вопросов, не будете получать мутистический ответ. Первый за 40 лет класс антибиотиков готовится к выходу на рынок. Некая компания GSK готовится выпустить антибиотик гипотидоцин. О как! Врач, я читаю по слогам. Ну, тем не менее, в общем, направлен он на лечение инфекции мочеводящих путей, которые дают осложнение и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, если внимание обращает, нет замечательной компании или наоборот, не замечательная, и не какое-то название, и то, что не знают, как инфекции мочеводящих путей лечить. Речь идет о том, что это любая фарма, вот эта промышленность, это очень сложная история. Невозможно же просто придумать, изобретить, вот у нас есть там таблетка от счастья или для счастья, в общем-то, и внедрить ее, и вот вы ее принимаете, и все. Это же должны быть очень долгосрочные фундаментальные исследования, ведь любой препарат, который изобретается, вот вы просто сами подумайте, принимаете вы свой там любимый там антибиотик от чего-то или там нурофен от боли в голове и так далее, вы его покупаете, что сейчас, что условных 12 лет назват, и вы видите даже, что упаковка такая же, то есть любое то, что изобретается, должно быть максимально проверенным и закладывается, как говорится, горизонт планирования такого продукта идет там не на год, два или три, а на десятилетия. И, конечно, это большое событие, если это, в общем-то, этот несчастный дейли-мейл, он не преувеличивает и не раздувает, то это действительно для медицины, для фармацевтики, действительно, замечательный большой шаг, и это значит, действительно, что очень много лет ведутся большое количество исследований, потому что, еще раз подчеркну, очень узкий относительный ряд, вот мы понимаем, что есть то-то, 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 и выходит лишь поколение. А это современное, что-то новое, это событие из событий. Если это по-настоящему так, молодцы, так держать. Артем Дзюба подписал контракт с футбольным клубом «Локомотив». Ну, не совсем отсортированная новость, но, в общем-то, такая она, так себе. «Локомотив», за которой я болел больше 20 лет, команда, которая стала просто посмешищем, то есть, как это вообще можно, чтобы в профессиональном футбольном клубе, который всегда, в общем-то, имел определенное имя, становился чемпионом страны, как можно такое было допустить, что главный тренер такой команды был иностранец без полноценной лицензии. То есть, он даже не был оформлен официально тренером. То есть, комментарии по этому вопросу давать не будем, но команда занимает 14 место из 16, и, в общем-то, тот беспредел, который происходил, он совершенно не спортивный. Как дзюба, не имеющий практики, поможет «Локомотиву», ну, наверное, как-нибудь поможет. Вот. По крайней мере, руками он играть умеет. Таким получился этот выпуск. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова